Между тем, некоторые раненые в сирийском конфликте поступают и в больницы Израиля. За два с половиной года сотни пострадавших в результате военных действий прошли лечение и вернулись на родину. Но поток раненых только увеличивается. Корреспондент РТВА на Ближнем Востоке Сергей Ауслендер получил разрешение на съемку в больнице города Нагория, куда госпитализированы несколько сирийских граждан, но с одним условием – не показывать лица иностранных пациентов. Этот человек в отделении интенсивной терапии лежит уже три недели. Он пока не может разговаривать, мешает дыхательная трубка. Но его состояние, тревоги у медиков уже не вызывает, хотя привезли раненого в тяжелейшем состоянии. Близкий разрыв снаряда сбросил его с крыши дома. Голова была разбита, проникающее ранение грудной клетки, перелом тазовых костей, контузия. Тяжелый был очень. А как он сейчас? Еще пару дней и мы его отправим в обычное отделение, долечиваться. Как правило, раненых из Сирии привозят сюда, в больницу города Нагория. Она ближе к границе, всего 10 километров. Кроме того, врачи именно этого госпиталя специализируются на лечении тяжелых ранений. 83 сирийца меньше чем за полгода были доставлены в эту больницу. Всего по Израилю счет пошел уже на сотни. У этих людей просто не было другого выхода. В разорванной войной Сирии добраться до госпиталя уже удача. А часто и там не могут помочь. Если попал в Израиль, шансы выжить резко возрастают. Тяжесть ранений говорит о том, насколько жестокие бои сейчас идут по ту сторону границы. Поражения очень сложные. Множественные раны, огнестрельные, осколочные ранения. Больные с очень большими увечьями. К сожалению, поступает большая человеческая трагедия. И нам приходится лечить этих пациентов. Лица раненых медики просят не показывать. Есть реальные опасения, что после возвращения домой их просто убьют за то, что побывали в Израиле. Везут и детей, и женщин. Война не щадит никого. Сейчас в палатах на горе 13 сирийцев. Последнего привезли сегодня утром. Привозят их военные, которые принимают раненых на границе. Кого доставили? Боевика, солдата армии Асада или обычного крестьянина? Никто не спрашивает. Врачи просто делают свою работу. Ни один из сирийских раненых, даже самых тяжелых, не умер в израильской больнице. Сергей Услендер, Ближневосточное бюро, Артебяй.